МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этого совещания не было ни в одном рабочем графике губернатора. Оперативное заседание с правоохранителями и главами районов Вениамин Кондратьев проводит внепланово. Начать встречу руководитель региона предлагает с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Страшный пожар в торговом центре в Кемерово унес десятки жизней. Большинство погибших – дети. Кто виновен в трагедии, сейчас выясняют следователи. По некоторой информации, в здании были закрыты выходы для эвакуации. Для Краснодарского края случившееся должно стать уроком, говорит Вениамин Кондратьев. Сегодня необходимо проверить, насколько безопасна организована работа торгово-развлекательных центров на Кубани. И здесь не может быть никаких договоренностей и компромиссов с их владельцами, обозначил свою позицию губернатор. Жизнь намного важнее любых экономических дивидендов. Тем более жизнь ребенка. Наши дети ходят в те же самые или в такие же торговые развлекательные центры. Правильно президент сказал? Равнодушие на части, халатность, разгидяйство – это причина того, что произошло. Вот наших коллег, видите, слишком дорогая цена. Слишком дорогая цена. Кроме того, важно, чтобы сами сотрудники торговых центров знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Для этого Вениамин Кондратьев поручает провести пожарно-тактические учения, во время которых будут отработаны все варианты эвакуации людей и определены подъездные пути спецтехники. Учения покажут, насколько сегодня на автомобиле готов торговый центр к чрезвычайной ситуации. Учения, только учения покажут, насколько понимает персонал торгового центра, именно персонал и охранники, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Где у них пожарные выходы, где у них огнетушитель. По вашему поручению уже такую работу проводим. И вот на примере могу сегодня сказать. В Анапе, в торгово-развлекательном комплексе прошли такие учения с полной эвакуацией, с отработкой действиями персонала. Безусловно, никаких компромиссов не будет, как вы сказали. Все мероприятия и все задачи поставлены, будут выполнены. Лично сам выйду в ряд районов Краснодарского края, посмотрю, и вам доложу. Со вчерашнего дня в крае развернут межведомственный штаб. Проинспектированы уже несколько торговых комплексов региона. Ну и мы тоже видим проблематику в обучении сотрудников соответствующих ЧОПов. Тоже мы готовы здесь оказать всяческую помощь в их обучении. Я думаю, что те задачи, которые вы поставили, буквально на текущей неделе мы проведем соответствующие учения. Не на следующей неделе, на этой неделе. Еще раз подчеркиваю, у нас нет времени. Каникулы уже идут. Каникулы идут. Поэтому у нас максимум 3-4 дня хватит у нас сегодня возможности, чтобы учения организовать и провести. Но мобилизовывать меры противопожарной безопасности нужно не только в первые месяцы после трагедии, отмечает прокурор края. Все проверки нужно проводить хотя бы раз в полгода. Тревоги, о чем говорили, я думаю, что периодически их нужно проводить. Нужно посмотреть по законодательной базе, насколько они так, к чему относятся. И если к проверочным мероприятиям не относятся, то нужно обязывать тех, кто сегодня эксплуатирует эти здания, сооружения, ежеквартально, раз в полугодие, но обязательно проводить тренировки. Все будет наглядно. Все сразу увидят, что не хватает, что нужно делать и все. Сами руководители торговых центров края заверяют, в их зданиях соблюдены все правила безопасности. Во многих буквально на прошлой неделе проводили инструктаж сотрудников и обновили схемы эвакуации. Мы постоянно уделяем внимание пожарной безопасности. Арендаторы нас за это, можно сказать, не любят, потому что мы проверяем их регулярно. Любые изменения, связанные с перепланировкой помещений, с проведением каких-то технических работ, обязательно согласовываются у нас с пожарной службой. Мы уже провели сегодня утром учения сотрудников охраны, проверили их знания правил противопожарной безопасности. Перед каждым сеансом у нас идет в рамках предсеансного ролика идет ролик, показывающий планы эвакуации конкретного кинозала, куда люди могут пройти, чтобы покинуть место просмотра фильма в случае чрезвычайной ситуации. Мы изначально строились с учетом всех потенциальных рисков, начиная от сейсмической ситуации, заканчивая пожароопасными, всякими периодами. Мы, в принципе, не знаем такого, чтобы какая-то дверь была закрыта на засов, запор и, не дай бог, навесной замок, велосипедный, цепь. То, с чем мы столкнулись в этих трагических событиях, мы, конечно, немножко удивлены. Все результаты проверок и итоги учений Вениамин Кондратьев пообещал лично проконтролировать. Допустить подобной трагедии на Кубани просто недопустимо, заявил губернатор. Погибли. Самое главное будущее – это дети. Дети. И невольно у каждого нормального человека в сердце, естественно, тут же йокает. Мы занимаем одно из лидирующих мест в России по количеству торговых центров. И наши дети тоже ходят в эти торговые центры. Это селекторное совещание, оно должно быть отмашкой для того, чтобы на самом деле не просто для формы, а по содержанию проверили максимально сегодняшнее состояние торговых центров, которые находятся на территории Краснодарского окраина. Давайте сделаем все. Все возможное от нас. Чтобы на Кубани этой трагедии никогда не было. Никогда. Вот здесь не может быть никаких договоренностей и никаких компромиссов с владельцами и руководителями вот этих торговых комплексов. Не может быть. Потому что слишком дорогая цена этих компромиссов. Вы в курсе, что в Сочи созданы добровольные пожарные дружины? К слову, появились они еще месяц назад, до трагедии в Кемерово. Но, как показывают печальные события, произошедшие в Зимней Вишне, а недавно и в Сочи на улице Пятигорской, порой действительно необходимы люди, которые могут оперативно до приезда основных бригад пожарных оказать грамотную помощь. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, первые добровольные пожарные дружины уже получили боевые комплекты, которые им помогут при возникновении ЧАЭС и курируют данную работу Управление гражданской обороны и защиты населения Сочи. И лично начальник управления, наш гость сегодня Александр Агафонов. Здравствуйте, Александр Викторович. В связи с последними событиями программу начнем с вопроса о пожаре на улице Пятигорской. Повышенный номер сложности пожара говорит о серьезности случившегося. Как сработали спасатели? Самый главный результат. Там была большая угроза распространения огня на четвертый этаж и ниже. Соседнее здание, которое построено, близко было к нему. Пластиковые окна, деревянная крыша, покрытая там непонятно пока чем. То есть была большая угроза, что все-таки это здание сгорит полностью и соседний дом тоже воспламеняется. Но и как следствие большой ветер 20 метров в секунду, была угроза распространения дальше. Как бы кто ни говорил, это было от начала до конца. То, что они сделали, они молодцы. Помимо этого, в этом пожаре принимали не только федеральную службу пожарную нашу города, но и спасатели, которые в свое время туда прибыли и оказывали всяческую посильную помощь и в эвакуации, и в оповещении. Но надо же понимать, что при таких пожарах они очень быстро распространяются. Наличие ветра этому способствует. Люди иногда паникуют, даже не иногда, а очень часто. Кто-то может закрыться в доме, поэтому проводили вот эти все совместные действия. И результат все-таки отстояли и оставшиеся четыре этажа, и соседнее здание. В городе инициирована проверка всех торговых объектов. Учебная эвакуация выявила недочеты? Я скажу так. Исходя из того, что произошло в Кемерово, в принципе, такая работа и раньше проводилась. Но сейчас она актуализирована и полномасштабно еще проверяются все подобные объекты. Тренировки практически по эвакуации, по пожарной тревоге проведены практически во всех торгово-развлекательных центрах. Конечно, выявлено ряд недостатков. На сегодняшний день, по последним данным, основные недостатки устранены. Но вместе с тем эта работа продолжается. А другие здания, не ведущие торговую деятельность, подвергнутся проверке? В городе масса мест, например, те же фитнес-центры, где также бывает большое скопление людей. Я могу говорить за муниципальный уровень. То, чем должна заниматься администрация, мы принимаем в этом участие. Но вот эти все проверки, которые должны проводиться, это функция госпожнадзора. Я знаю, что они эту активную работу продолжают, будут продолжать при нашем непосредственном участии. Вот раньше в многоквартирных домах на каждом этаже были пожарные щиты. Есть ли сейчас в них необходимость? Если да, то кто их должен устанавливать? Есть требования к строительству зданий, в том числе и высотных. Это все четко прописано и регламентировано. Но если кто-то из застройщиков это не выполняет, то в первую очередь спрос должен быть с них. Я немножко по-другому, наверное, все-таки отвечу и скажу дословно следующее. Ведь смотрите, что происходит. Сегодня есть дома, которые газифицированы. Все используют при ремонте квартиры современные отделочные материалы. Очень часто используется пластик, который горючий, выделяет огромное количество дыма, который очень вреден для организма. Ведь при горении пластика три вздоха полных вдоха, четвертый – это уже идут спазмы. Человек начинает задыхаться, терять сознание, и это приводит к летальному исходу. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем, кто нас будет слушать. Вот есть квартира, неважно какая она, но имеете вы дома один огнетушитель, не такие большие затраты. Есть другие принадлежности, другое оборудование. В том числе уже сегодня достаточно количества самоспасателей. Это маленькая коробочка, там есть легкий противогаз, есть баллончик. При его активизации полчаса человек может находиться в задымленном помещении. Ведь если сегодня смотрим на подъездный дом высотный, ну, к примеру, говорю, да, если в середине дома резко вспыхнул пожар, это же понятно, что через такую завесу огня и дыма пройти очень тяжело. А вот это все могло бы помочь нашим жителям. Второй вопрос, который бы хотелось очень так вот заострить и поднять. У нас все дома принадлежат, на обслуживании стоят в той или иной управляющей компании. Дорогие руководители управляющей компании. Ну, вот жизнь нас учит, что вот то, что вы недорабатываете в вопросах безопасности, это оборачиваться трагедия для тех людей, для которых вы работаете. И вам за это платят деньги. Необходимо незамедлительно вычислить все чердаки, все подвольные помещения. Не допускать там проживания, в том числе, такие случаи есть, лица там, в том числе, вот... Без определенного места жительства. Ну, давайте так скажем. Это же самое касается гаражных и оперативов садовых товариществ. Ну, вот есть дачный участок, есть дом. Вот в этом году, по-моему, в январе, да, вот у нас взорвался газовый баллон в одном из частных домов. Нарушение полное, нарушение всех требований безопасности, при обращении с газовым оборудованием и так далее. И ведь повлекло опять травматизм, и ребенок пострадал. Ну, неужели тяжело, да, вот о своей безопасности, в том числе, позаботиться самим? Ну, есть дачный, там, комплекс, там, дом, домик, неважно. Но имейте в один-два огнетушителя. И когда вам говорят представители госпожного взора, мы говорим постоянно об этом, ну, соблюдайте его элементарно требования. Ведь это не затратно абсолютно. Ведь что может быть проще? Есть захлебленный чердак, подвал. Ну, сегодня он не загорится, завтра он загорится. Спасибо за совет, Александр Викторович. И расскажите нам теперь о недавно созданных в городе добровольных пожарных дружинах. Речь идет о сельских территориях, да? Вот кто в них вошел, какие к ним требования, какие функции они будут выполнять? Значит, у нас сегодня зарегистрировано 36 добровольных дружин пожарных. Понятно, что на этом остановиться нельзя. Мы руководствуемся сотым федеральным законом. Есть постановление главы нашего города о добровольных пожарных дружинах. Добровольная пожарная дружина, надо четко понимать, это те помощники, которые являются в первую очередь глав сельских кругов и отдаленных территорий. Люди, которые не безразличны, которые могут участвовать в подворовых обходах, заниматься профилактикой нашей пожарной тематики противопожарной. Но, опять же, ДНД – это хорошо, но лучше ДПК, добровольная пожарная команда, к чему мы сейчас перешли плавно. Во взаимодействии с ВДПО России, с МЧС России, вот сумели мы в этом году две добровольные пожарные команды уже оснастить. Чем они отличаются? То есть эти и профилактикой занимаются, и как бы нештатные помощники пожарной охраны. И глав, потому что это своеобразный резерв. ДПК, у них есть оборудование, имущество, и они могут сами, пройдя в соответствующий курс обучения, принимать участие в тушении пожара. А для нас что сейчас беспокоит? Впереди противопожарный режим, все равно мы будем в воде, территории большие, рядом нацпарк. И возгорание, опять же, из-за нарушения в первую очередь требований безопасности, люди отдыхают, оставили с собой костерок, окурок бросили, возгорание, площади большие и так далее, ущерб. А эти люди могут оперативно выезжать, особенно в сельских кругах, и принимать непосредственное участие, имея соответствующее оборудование, ликвидацию вот этих пожаров. Ну а есть ли необходимость проверять готовность этих дружин? Мы создаем их не для того, чтобы ради того, чтобы создать и отчитаться. Вот такой цель мы абсолютно не преследуем. Мы должны иметь подразделения добровольцев, которые могут выполнять поставленные задачи. У нас 11 сельских кругов, пока там федеральная пожарная охрана до них доедет, потому что основные пожарные подразделения стоят очень в самом городе. Соответственно, на ранней стадии возгорания должны реагировать они. И было бы в идеале очень хорошо, если бы у нас на 11 сельских кругов было 11 добровольно-пожарных команд. Дружины хорошо, но команды лучше. Ну, удачи вам в этой работе. Будем стараться. Стоит сказать, что учения также регулярно проходят на всех городских предприятиях, в санаториях, пансионатах. Только ли от пожара? И какие требования предъявляются предприятиям? Форматы у них разные, например, мясокомбинаты или база отдыха? В прошлом году за осень только мы провели порядка 8 учений. Причем мы начали, наверное, в большей степени не с самих объектов, а наладить систему во внутригородских районах сначала. У нас город очень сложный. И, в принципе, при наличии больших ответственных гор вдоль дорог, любой район друг от друга может быть одномоментно как бы вот движения не будет. Поэтому первое, что мы поставили задачу сами себе, и спасибо, что Анатолий Николаевич Пахомов нас поддержал, мы организовали взаимодействие внутри муниципальных этих районов и провели учения там, чтобы могли реагировать автономно каждый район внутри себя и имеющимися силами. Закончили мы в конце года, в составе города два учения провели. Но надо понимать, вот вы сейчас сказали про объекты, мы говорим об общей системе, да? То есть начальное звено реагирования – это все-таки объект. И таких мероприятий только на этот год мы запланировали свыше 100. Понятно, где-то мы делаем упор только на пожарную составляющую, но работаем в системе РСЧС. То есть пожарный один пожар тушить не должен. Спасатели помогают пожарным пройти через закрытые двери. Водоканал тут же отрабатывает вопрос, если упало давление в гидрантах. ДРСУ имеет возможность нам нарастить обстановку, если давление в гидрантах упало водовосками, чтобы мы могли забор вододействовать и так далее. Это комплексно, все надо рассматривать. Там, где у нас наибольшая угроза именно по пожарам, то мы стараемся как бы акцентрировать вот эти вопросы до эвакуации с верхних этажей, не только с помощью пожарных лестниц, но и с помощью различных устройств, которыми сегодня оснащены наши спасатели. У нас впереди в плане стоит учение в одном из портов нашего города. В мае, по всей видимости, мы еще в одном порту отработаем. И опять, какие мы вопросы смотрим? Есть плавсредства, их на береговой линии очень много. Они могут загореться, могут. Тушить надо, надо. Понятно, что у объекта должны быть свои силы. Но если оно пришвартовано, пожарная охрана должна подъехать? Должна воду подать? Должна. Люди, если не смогут на берег выйти с этого плавсредства, они куда будут прийти? В воду. Спасать надо? Надо. Кто работает? Спасать или ГИМС работает? То есть тоже вопрос. Если у нас такое количество плавсредств в городе есть, аварийный розлив нефти может быть? Может быть. А у нас город для отдыхающих. Загрязнение недопустимо. Соответственно, на объектах будут тренировать силы, которые предназначены под ликвидацию аварийного розлива нефти. То есть к каждому объекту мы подходим по его спецификам. Ну а если по итогу учения получена неудовлетворительная оценка, что тогда? Мы же рассматриваем не с точки зрения, вот мы приехали и проверили, да? Нет, не так. Мы должны подсказать и помочь. Соответственно, да, не получилось. Но повторение мать учения в этот раз не получилось. Давайте дадим время на подготовку. Подскажем, как это должно быть правильно. Поможем и повторим. В преддверии сезона паводка в горных реках и сезона дождей в Сочи учат и само население. Были ли реальные случаи, когда знания, что делать, куда идти, помогли жителям оперативно покинуть опасную территорию? И где у нас эти опасные территории? Во-первых, мы потренировали уже все администрации пунктов временного размещения. Людей надо куда-то отвезти, разместить, накормить, напоить, оказать медицинское сопровождение. Это вот по людям, которые куда идти и что бежать. Мы сделали расчеты на наших автотранспортных предприятиях. Людей надо на чем-то вывозить. Мы провели тренировку по возможным районам подтопления, сил и средств, которые будут заниматься, вот это самое главное, спасением людей. И эту работу мы продолжаем, вовлекая в нее все больше и больше специалистов. Сегодня с нами активно работают и Росгвардия, и УВД, и ГИБДД. И надо отдать должное, люди с пониманием к этому относятся. Сейчас давайте немного сменим тему. Во время проведения военно-патриотического месячника вы не раз привозили группы школьников на объекты МЧС, Росгвардии. Туда ребята приезжали с подарками, возвращались-то наверняка с впечатлениями. Мы проводили и уроки мужества, и уроки по требованию безопасности, и на водных объектах, и при пожарах. Вот детей блеск в глазах. А когда мы им показали спасибо, вот те подразделения, которые нам открыли своего рода по нашей просьбе, и конно-кинологический церк, и войсковую составляющую, и технику, и оснащение, и поисковых собачек. Вы понимаете, у людей, даже вот в этом возрасте, вот 5-6-7 класса, уже многие подходят, дети спрашивают, вот я хочу стать спасателем, я хочу стать пожарным, я хочу служить в Росгвардии и так далее. Хочу быть офицером. Это здорово. Дети – наше будущее. Вот если мы сегодня этим вопросом не будем заниматься, вот, то, наверное, это будет не то, что мы хотим. И теперь о системе экстренного оповещения в городе. Когда будут сирены, ну, горожане пугаются, вот, как часто она проводится, эта проверка, для чего? Ну, у нас есть две системы, я не буду в технические тонкости вникать. Одна из них, она исключительно, это вот сирены установлены, их более 100, и во второй системе тоже более 100. Ну, вот, я буду говорить простым народным языком. Если сирены у нас в городе заработали, и это, если не проверка, а вот для чего мы их проверяем-то? Мы должны быть уверены, если что-то случится, все должны знать и слышать. Вот если это не учебная проверка или не проверка, да, незамедлительно включаем телевизор, включаем радио, слушаем, что будут говорить. Интернет работает и так далее. То есть, дальше пойдут указания. Если это, допустим, ну, упаси Господь, что военное действие где-то вот близко, да, а все-таки у меня управление гражданской обороны, либо это чрезвычайная ситуация. Вот все просто. Если звуковая пошла составляющая, включайте телевизор, смотрите новость. Радио включайте, интернет смотрите. Как правило, когда мы проверяем, мы не как правило, а всегда. Мы на сайте эту информацию, в бегущей стройке и в телевизоре мы об этом говорим, чтобы люди не пугались. Другой вопрос, что многие этого не слышат или там заняты и так далее. Поэтому поступает много звонков. Что происходит? Стараемся все это дело объяснять. Вторая система, она сиреноречевая. То есть сирена прошла и текстовые варианты, что происходит, куда идти, что делать, где угроза и так далее. Это уже вот в текстовом варианте люди должны слышать, понимать и выполнять то, что им рекомендуется. Проверка показала, что у нас все и одна система, и вторая, и сиреноречевая установки находятся в рабочем состоянии. Значит, мало это. У нас есть планы, что много сейчас строительства идет и в сельских кругах. То есть город все равно растет, развивается. Это очень здорово. Но мы не должны упускать вопросы безопасности. То есть у нас предусмотрено пошагово, куда мы пойдем дальше, чтобы у нас был стопроцентный охват по нашим системам оповещения. В Сочи близится открытие пляжного сезона. И повлияет ли это на работу вашего управления? Возможно, мы чего-то не знаем. Какую еще профилактическую работу проводит ваше управление? В ближайшее время у нас будет мероприятие, где будут руководители всей санаторной зоны по береговой линии, у кого есть пляжные территории. Речь пойдет о нормативной правовой базе, квалификационным требованиям к патросам-спасателям, потому что там тоже есть над чем работать. Еще раз объясним и расскажем, какая экипировка, оснащение, какие плавсредства, сколько кругов и так далее должно быть. И обязательно поднимем организацию вопросов взаимодействия. Чего добиваемся? Люди должны ехать сюда, в Сочи, в наш красивый и любимый город, и понимать, что если он вышел на пляж, если он начнет тонуть или что-то с ним произойдет, он начнет на дорогу, ну вот оказана квалифицированная помощь. Это вот один момент. Это вот практическая составляющая. Обязательно мы постараемся ни одной пляжной территории не оставить перед купальным сезоном без внимания. Пройдем, посмотрим, убедимся, насколько это все воплощено в жизнь. Про учения я уже сказал. На воде будут пока запланированы два учения, но в голове держим еще один момент. Может быть, еще одно проведем, как раз по вопросам безопасности на береговой линии наших отдыхающих. По пожарной безопасности, и сейчас наибольшей угрозой, то, что в домах могут пожары происходить, мы об этом уже говорили, нельзя забывать про национальный парк, огромная территория. И вот те, вроде как полянка горит, ничего страшного нет. Ветер, и этот огонь очень быстро войдет из жилых зданий, сооружений и так далее. Поэтому предусмотрены и тренировки, и учения в этом направлении. То есть круг вопросов очень большой. Ну, дай Бог здоровья справимся. Да, серьезнейшие вопросы решает ваше управление, поэтому удачи вам пожелаем. Хочу сказать одно. Вот один в поле не воин. Вот эти все вопросы нужно рассматривать только в комплексе. Начиная от жителя нашего города, который знает и понимает требования безопасности, заканчивая организацией взаимодействия в едином ключе по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот когда каждый будет понимать важность этого вопроса, вот так, чтобы ночью подняли, спросили, и он знает, куда, чего, сколько и как. Вот тогда, я думаю, что задача будет выполнена полностью. Александр Викторович, спасибо вам огромное за исчерпывающий ответ и всего доброго. Спасибо. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин